итак друзья всем добрый день поставьте пожалуйста в чате давайте проверим картинку звук поставьте пожалуйста по 10-балльной шкале как вы видите слышите здесь все хорошо там сами начнем запись у нас уже пошла как и те кто не смогут сегодня быть онлайн они смогут потом запись посмотреть хорошо хорошо отлично я вижу что у нас все хорошо с картинки со звуком и давайте начнем у нас сегодня с вами традиционный вебинар мы с вами с небольшим запозданием но проведем итоги марта 13 апреля немножко затянулись итогами но тем не менее итоге уходящего месяца нужно подвести с вами сегодня подведем итоги марта и сразу сказать то что март был очень результативный месяц и очень то есть мы очень хорошо в марте прибавили и у нас марте выросло количество клиентов и хорошо подросло количество партнеров активных партнеров нашего сообщества и в целом по результатам у компании товароборот компании в марте вырос на 47 процентов по сравнению с февралем в марте мы прибавили плюс 47 процентов это очень хороший результат это очень хороший рост и когда готовился к этому вебинару одна из моих задач была проанализировать почему вот произошел у нас такой всплеск почему такой произошел рост потому что но это очень хороший рост мы с вами практически 50 процентов выросли за один месяц значит и когда смотрел здесь я выделяю скажем так две причины почему первая причина это как всегда это наше внутреннее состояние что мы с вами понимаем что то что нас вокруг окружает внешний мир это есть лишь проекция того внутреннего мира который есть это внутреннее состояние правильно и что это за внутреннее состояние это внутреннее состояние это понимание того что мы делаем действительно хорошие правильное дело и мы делаем скажем так ну фундаментальные вещи на будущее то есть я уже об этом иначе начал говорить феврале на итогах и значит потом на форумах я тоже когда выступал говорил об этом у меня сейчас есть последний мой видеоролик на канале, там, где я говорю про партнерскую программу, я там как раз-таки говорил о том, что мы здесь делаем, то есть что мы делаем, то есть что здесь делает человек, который занимается партнерской программой вот в этой компании. И еще раз мы с вами в феврале об этом начали говорить вот в роликах, я это продолжил и на своих вступлениях. Мы с вами сегодня делаем действительно очень большое фундаментальное дело, и мы сегодня, не побоюсь этого словом, мы создаем сегодня большое благо для общества, потому что та идея, которую мы с вами, то есть тот продукт, который мы продвигаем, и та идея, которую мы сейчас популяризируем, она действительно помогает огромному количеству людей, то есть то, что мы с вами делаем, то, что сейчас, то, во что сейчас мы с вами вовлечены, это помогает огромному количеству людей. И мы с вами говорим о том, что UDS – это платформа, на которую, с одной стороны, приходят пользователи, которые скачивают мобильное приложение. И когда человек скачивает просто мобильное приложение он уже получает огромный пользу и у человека появляется возможность пользоваться товарами и услугами и экономить семейный бюджет и почему я начал об этом последнее время очень много говорить потому что мы получаем очень много обратной связи от пользователей нашего приложения не говорят о том что хорошо что вы эту историю сделали хорошо что вы эту штуку сделали вот и она помимо того что она удобна она еще позволяет большим количеством людей экономить семейный бюджет я скорее всего те люди которые сейчас вокруг вас в партнерской программе это люди предприниматели которые с активной жизненной позиции и возможно там момент экономии для вас он не так актуально для нас он не так актуально поверьте что для большинства людей для большинства для подавляющего что людей вопросом экономии бюджета он очень острый и мы с вами сегодня создаем продукт который реально помогает большом качестве и это говорит о том что у этого продукта есть очень большая огромнейший перспектива в будущем очень хорошо расти то есть если мы с вами несем пользу то есть мы приходим людям ли вот вот эта польза это тебе поможет это будет полезно просто возьми это бесплатно понятно что когда мы с этой идеей на рынок приходим у нас будет огромный у нас будет огромный успех огромное количество пользователей с другой стороны платформа приходит предприниматели которые получают огромное количество инструментов мы знаем что все те кейсы которые у нас есть есть те предприниматели которых с продуктом разобрались хоть как-то хоть там не знаю на 5 процентов включили это продукт то есть от всех мощностей которые в этом продукте они в любом случае получают профит и этот профит он несоизмерим с той платы которая оплачивает предприниматель для того чтобы этим сервисом пользоваться. И здесь мы тоже видим, что мы действительно несём огромную пользу. Более того, мы популяризируем идею того, что нужно быть более заботливым, то есть быть более, скажем так, выстраивать лояльное отношение к своими клиентам, чтобы клиенты были лояльны тебе. И вот это вот, когда мы заботимся о людях, когда люди заботятся о них, вот это вот сама по себе идея, она тоже, ну, я думаю, что это великая идея. И когда, ну, то есть я начал с внутренним состоянием, то есть к чему я это говорю? Я говорю о том, что тот человек, который сейчас вовлечён в партнёрскую программу, тот человек, который сейчас вовлечён в продвижение нашего продукта, он понимает, что он создаёт очень большое благо для общества. И это не сиюминутная какая-то история, когда, не знаю, сиюминутная, когда мы там приходим, быстро деньги зарабатываем, мы уходим. Это не та история. То есть здесь мы делаем какие-то фундаментальные вещи надолго и такие очень крепкие вещи. почему? Потому что ну, как бы вот наше желание развивать продукт, оно как раз и построено на том, чтобы давать людям самые лучшие инструменты для того, чтобы улучшать жизнь людей, для того, чтобы давать им больше возможностей, чтобы у них воспользовалось больше времени, чтобы они больше зарабатывали и так далее. И вот, когда ты занимаешься с продвижением этой идеи, мотивация, она становится совсем другая. То есть уровень мотивации совсем другой. И вот это понимание, оно очень сильно в бизнесе помогает, потому что, ну, мы с вами должны понимать, ради чего мы воюем, да, то есть, ну, что мы в итоге делаем. И когда мы это понимаем, и отдаём себе отчёт, и понимаем, что это правильно, что это помогает, что это большое благо для людей, что это большое благо для общества, вот, то уверенность, она совсем другая становится, и мы становимся более убедительны в своей работе. Это первый момент. На мой взгляд, почему мы в марте очень хорошо переросли. И второй момент, он касается внешних моментов, внешних инструментов. Я посмотрел на март, и у нас в марте была очень хорошо продумана событийная линейка. То есть, в марте у нас, ну, практически, не практически, а каждую неделю было какое-то мероприятие. То есть, было очень много форумов. То есть, это и Сочи, и Тюмень, и Санкт-Петербург, и Москва, там, ещё другие города. То есть, были постоянные форумы. Затем у нас в конце марта было мероприятие, был ВИП-день. Он прошёл, по-моему, в четырёх городах. Там, где было обучение для ВИП-партнёров. И затем, в начале апреля, но, тем не менее, мы в марте на это работали, у нас была школа 20, на которую работало тоже большое количество людей. И это говорит о том, что вот эта вот событийная линейка, она создала такой ритм работы. То есть, тогда, когда у тебя неделя заканчивается, ты уже начинаешь планировать, там, следующую неделю, уже включаешься в работу на следующую неделю. И вот эта вот ритмичность, она даёт результаты. И событийная линейка, вот, ну, мы постоянно об этом говорим. Я говорил, говорю и буду об этом говорить, что это один из самых сильных и, наверное, самых главных инструментов в нашем бизнесе – это мероприятие. И вот те партнёры, которые интегрировали событийную линейку компании в свою жизнь, то есть, те партнёры, которые были вовлечены, а в марте их было большое количество, вот у этих партнёров всё хорошо, и они в марте создали очень хорошие результаты. В марте у нас на поездку в… на лидерскую поездку в конце наших спринтах инфицировалось, по-моему, там, 9 или 10 человек за один месяц, за марк. И мы сейчас только набираем обороты. И я сейчас буду дальше говорить про событийную линейку апреля. И, то есть, мы уже, вот, в апреле уже начали жарко. То есть, в апреле уже очень хорошие, тоже прошли обороты. И я больше чем уверен, что в апреле мы сделаем больше, чем в марте. Вот. И я хотел бы сейчас ещё расскажу вам про событийную линейку, и чтобы вы ещё раз услышали то, что мероприятие – это самый главный, наверное, самый мощный инструмент в нашем с вами бизнесе. И ещё раз, тем больше, чем больше людей в партнёрском сообществе интегрируют событийную линейку в свою жизнь, начнут этим мероприятием пользоваться, этим инструментом, тем будет лучше. И что значит пользоваться инструментом? Что значит работать на мероприятиях? Это значит, что нужно сделать так, чтобы на мероприятии было максимальное количество ваших гостей и партнёров. То есть, чтобы ваши партнёры пришли на мероприятие, чтобы ваши гости были на мероприятиях. Я не знаю, как это работает, но на мероприятиях всегда происходит какая-то определённая химия. То есть, мероприятие – это для того, чтобы, ну, кто-то приехал, там, из администрации выступил, мероприятие для того, чтобы мы, то есть, грамотные спикеры рассказали вашим приглашённым о продукте, чтобы вышли какие-то уже действующие клиенты, которые поделились своими кейсами, своими наработками. Это когда приезжают самые эффективные партнёры из нашего партнёрского сообщества, они делятся. Причём, знаете, что ещё происходит на мероприятиях? На мероприятиях происходит, скажем так, когда партнёры делятся своими достижениями. И каждое мероприятие, оно, ну, как бы, друг на друга они не похожи. Вот, например, очень хороший пример. В Питере у нас было мероприятие в марте, и, значит, там один из партнёров сделал такой телемост, то есть скайп-звонок с партнёрами, которые у него находятся в других странах. Там Коста-Рика, Великобритания, по-моему, Нигерия. И партнёры, наши с вами партнёры в других странах, они рассказывали, почему они выбрали этот продукт, почему они выбрали эту компанию, именно эту партнёрскую программу. Вот. И понятно, что когда ваш партнёр или ваш потенциальный гость сидит на этом мероприятии, он, ну, то есть получает то, что ему, возможно, не хватало для того, чтобы стартануть. И это уже, как бы, ну, это уже другая мотивация, это уже другой уровень убеждения. И поэтому важны мероприятия. Поэтому важно на все мероприятия, которые есть от компании, там, все форумы, даже если вы физически туда не едете, даже если, ну, там, в этот город, и вас там не будет, то позаботиться о том, чтобы от вас кто-то на это мероприятие пришёл. Неважно, это может, там, не знаю, это может быть какой-то холодный контакт, с которым вы, там, познакомились, и вы человека пригласили на это мероприятие, он сходил, и, возможно, что он включится. Вы знаете, когда мы были на школе 20, и там было одно из, как бы, те, кто были на школе 20, вы помните, по-моему, Тарас задал вопрос директорам, новым директорам, которые вот только-только заклили статусы, что им помогло. И там были разные истории, когда человек закрывает статус просто на решении, или произошло какое-то, вы знаете, чудо какое-то, какой-то там человек позвонил, человек пришел, узнал о компании, зарегистрировался, начал активно работать. Вот для того, чтобы эти чудеса происходили в вашей жизни тоже нужно для этого что-то делать. И вот работа на события, работа на мероприятия, это как раз-таки, как в том анекдоте, это покупка этого лотерейного билета для того, чтобы вам пришло то, что вы хотите. Вот, поэтому мероприятия, когда мы объявляем мероприятие, или когда объявляют какие-то форумы, самая большая, наверное, работа, то есть, ну, самая большая задача партнера, это активно начинать на этом мероприятии работать. Еще раз, даже если вас на этом мероприятии не будет. И я хотел бы сейчас пройтись по нашей событийной линейке в апреле, потому что в апреле тоже у нас насыщенная событийная линейка, будет много мероприятий, будет много форумов, на которые можно сработать. На какой-то форум вы можете поехать сами, на какие-то форумы, даже если вы сами не едете физически, но сделайте так, чтобы на этом форуме были от вас ваши приглашенные. Значит, поехали. Событий линейки. Значит, 15 апреля у нас, то есть, то есть, послезавтра у нас будет Ростов, будет мероприятие в Ростове, форум. Опять же, если у вас нет там знакомых, сегодня, то есть, если есть знакомые, надо их отправить. Если у вас там знакомых нет, то мы с вами сегодня живем в эру интернета, когда можно познакомиться с абсолютно любым человеком в любой точке мира. И даже с человеком, которым вы на его языке не разговариваете, вы, тем не менее, можете делать общение. Сегодня есть очень много инструментов, которые это позволяют. И, опять же, те люди, еще раз, которые интегрируют субъективную линейку в свою жизнь, они работают на каждое абсолютно мероприятие. Ростов, 15 апреля. Найдите возможность туда, даже если у вас нет знакомых, найдите возможность туда пригласить хотя бы одного человека. Не знаю, познакомиться, найти там, или еще как-то в каком-то городе, который рядом, но чтобы от вас пришел один человек. Тогда у вас будет присутствие на этом форуме. Может быть, вас нет, но присутствие вашего бизнеса на этом форуме есть. Затем идем дальше. Следующий форум у нас будет в Перми, 24 апреля. Хороший город с хорошей лидерской командой, с хорошими результатами по продукту. Там точно будут очень хорошие кейсы. Там будет выступление одних самых сильных партнеров в нашем сообществе. Это точно то мероприятие, на которое нужно или самому быть, или однозначно, чтобы от вас кто-то приехал, какой-то ваш потенциальный клиент или потенциальный партнер. Идем дальше. Тюмень, 24-25. Тюмень всегда славится очень хорошей организацией, очень хорошим контентом и очень хорошей конверсией в сделке. И это тоже то мероприятие, на которое нужно обязательно, чтобы вас были приглашены. И также у нас 24-25 апреля в городе Новосибирск состоится мероприятие. На этом мероприятии буду я, мы там будем работать два дня. То есть у меня там запланировано по два выступления в день. То есть будет первый день по продукту, по партнерской программе выступления. И на второй день выступление для всех партнеров, а также будет обучение для партнеров на пакете VIP. И мы вот этим мероприятием в Новосибирске хотим потянуть все абсолютно сибирские города, которые там находятся рядом, для того, чтобы поработать, для того, чтобы синхронизироваться, для того, чтобы запустить там работу, скажем так, и ускорить, чтобы она еще была активнее. Поэтому если у вас есть какие-то партнеры, которые были в этом регионе, или может быть какие-то клиенты, их точно надо отправлять. Ну и понятно, что обязательно нужно сработать на то, чтобы в Новосибирске от вас пришел какой-то гость, потенциальный клиент, потенциальный партнер. А лучше больше, не один, а два, а чуть больше. Вот. Это то, что касается наших форумов. Я знаю, что, наверное, еще будут форумы. Это те форумы, о которых я знаю. Так, идем дальше. Дальше что у нас? Так, дальше у нас май мы не трогаем, потому что я в начале мая выйду на вебинар с итогами апреля. То есть мы с вами подведем итоги апреля и еще раз скажем о том, что это был самый результативный месяц в 2021 году. Вот. Значит, и по маю я буду делать отдельный вебинар, тоже после выйти на линейке. Мы спланируем май, и обязательно и я на какой-то форум поеду, и у нас будет такая насыщенная, богатая, сомнительная линейка в мае. Однозначно. То есть мы понимаем, что этот инструмент работает, вот эти вот события, вот этот ритм работы недельный. То есть когда мы постоянно в ритме работаем, неделя закончилась, мы сразу смотрим, мы сразу планируем результаты в следующей неделе. Вот. В мае это тоже продолжится. Идем дальше. Июнь, Турция, 11-14 июня. Я знаю, что, ну, вы, наверное, уже все эту новость видели. Вчера у нас там прилетела новость о том, что до 1 июня, значит, Турция закрывается. И, значит, ну, пока никаких... И пока до 1 июня закрывается Турция. Вот. Мы с вами летим 11-14. То есть мы как бы вот в этот период не попадаем. Вот. И, значит, мне вчера тоже там писали, звонили, спрашивали, и, значит, как мы сейчас будем, что мы будем делать, как мы к этому относимся. Я вам хочу сказать так, что если происходит какая-то ситуация, на которую вы не можете повлиять, никак повлиять, не можете изменить ситуацию, а мы эту ситуацию изменить не можем, то, что сейчас вот есть вот это ограничение. Если ты не можешь изменить ситуацию, значит, нужно поменять отношение. Вот. И мое отношение ко всем ситуациям, которые я не могу поменять, и которые я не могу объяснить, и которые от меня никак не зависят. То есть мое отношение к этим ситуациям, оно одно. Я знаю, что все, что не происходит, оно происходит в мою пользу, и все происходит самым лучшим меня образом. Возможно, здесь, я не говорю конкретно про эту ситуацию, про Турцию, про поездку, но в нашей с вами жизни иногда бывают такие ситуации, которые нам невозможно, то есть мы не можем их объяснить, они, скажем так, выбиваются из нашего графика, мы там какие-то себе планы наметили, а мир вмешивается и наши планы меняет. И если мы не можем на это повлиять, то значит нужно поменять отношения. То есть вот эта вот старая философская идея, что если ты не можешь поменять ситуацию, значит надо поменять отношения. Она очень хорошо работает, и мое отношение ко всем этим ситуациям в моей жизни, я знаю, что все складывается в моей жизни самым лучшим меня образом. Потому что иногда мир вмешивается для того, чтобы нас провести к нашим целям, к нашим результатам, которые мы хотим, самым кратчайшим путем. Поэтому наше отношение здесь, оно сейчас такое. Понятно, что мы придумываем, прорабатываем различные варианты. И вариант один, то что мы летим в Турцию все вместе 11-14 июня. Либо мы будем делать какую-то альтернативу. Мы обязательно в эти даты сделаем какое-то событие, потому что событийная линейка, она должна сработать, потому что у нас будет и промо на турецкое мероприятие, на выездное, значит и контент готовится туда. То есть это важное событие, которое должно произойти, оно обязательно произойдет. Мы не знаем пока сейчас про локацию, будем надеяться, что все будет так, как мы запланировали. Но тем не менее это мероприятие, оно будет точно. Значит, идем дальше. Да, еще, значит, когда я готовил слайны, вот такой вот у нас отель, хороший, красивый отель, мы для себя выбрали. И, значит, вот это наш зал. То есть мы уже арендовали зал, то есть мы его уже оплатили. Это зал в этом отеле, смотрите, какой он красивый. И мы на 4 дня полностью забираем этот зал, вот прямо с утра и до поздней ночи. То есть можно хоть 24 часа в этом зале работать. То есть это на 4 дня наша с вами площадка, такой красивый двухэтажный зал, там, где мы с вами работаем, общаемся, планируем и так далее. То есть все 4 дня мы с вами будем заниматься. Причем приняли решение, что обучение будет полдня. Полдня вы загораете, купаетесь, значит, занимаетесь своими делами, и вторая полдня мы будем обучаться. И будут различные факультативные занятия. То есть можно будет этот зал для своей команды собрать там, еще как-то. В общем, это такая площадка, где можно будет работать 4 дня. Так, значит, с этим понятно, с Турцией понятно. Идем дальше. Затем мероприятие, которое тоже мы все ждем, это день рождения компании Global Intellect Service, 7 августа. Это уже подтвержденная дата. Мы уже заключили договор с площадкой. То есть уже точно 7 августа мы будем на Москве, на этой площадке. Это концертная площадка «Мир». Еще раз, 7 августа. Значит, и вот так вот она выглядит, вот так вот красиво ее можно оформить. Я думаю, что мы сделаем еще лучше в нашем традиционном стиле. И, значит, это хорошая, свежая, новая площадка, которая как раз-таки создана для концертов. И мы, значит, подумали вот о чем. То есть мы до этого говорили о том, что мы хотим день рождения. Вот это мероприятие, которое будет как день рождения компании, мы сделаем мероприятие рекрутинговое. То есть куда вы можете пригласить гостей, и мы будем делать большую презентацию. Вот. Но так как эта площадка, она вмещает всего лишь тысячу человек, всего лишь тысячу человек. Значит, мы понимаем, что вот этой тысячи, она просто, ну, соберутся только наши партнеры. То есть как только появятся бюлеты, скорее всего, наши партнеры, они эту площадку быстро займут. И мы приняли решение, что мы не будем делать какой-то рекрутинг, потому что, ну, смысл делать рекрутинговое предприятие нашим партнерам. И мы решили сделать прямо день рождения день рождения. То есть мы хотим сделать вечеринку, тематическую вечеринку, а до этого мы хотим выступить администрацией и подвести итоги первого спринта и рассказать о том, что ждет нас во втором спринте. То есть как мы сделаем это мероприятие? В первую половину дня у нас будет выступать администрация, еще раз мы будем подводить итоги спринта, мы будем награждать самых эффективных партнеров, затем мы будем говорить о том, что нас ждет во втором спринте, планы, какой-то промоушен и так далее. И потом мы все расходимся на обед, и после обеда нас с вами ждет классная закрытая вечеринка, причем она будет тематическая, мы сейчас выбираем тему, команда организаторов над этим работает, там будет и торт, и поздравления, и выступление какого-то хедлайнера, и дискотека, и мы там хотим различные интерактивы с залом, и там, по-моему, еще и стендап готовят. В общем, сейчас вот наполняем эту вечеринку, то есть мы сделаем классную тусовку, то есть мы должны отметить с вами день рождения, в общем, решили день рождения потусить. Поэтому 7 августа в Москве мы вот это мероприятие проведем. Значит, теперь мы еще решили, ну, как департамент масштабирования решил, значит, следующим образом распределять билеты. Так как у нас билетов тысяча всего, мы решили, значит, эти билеты распределять по пакетам. То есть один пакет, четыре билета. То есть не один билет у нас будет в продаже, а четыре билета сразу. И вот эти четыре билета может приобрести только партнеры на пакете VIP. То есть получается, что у нас будет 250 пакетов, в котором есть четыре билета, и его может приобрести только партнеры на пакете VIP. Вот такое вот решение. Это для нас гипотеза. Понятно, что те, кто хотят билеты, никто без билетов не останется. И, значит, если у вас там нет пакета VIP, то вы можете просто присоединиться к куратору, который на пакете VIP, и этот билет получить. Но, тем не менее, эти билеты получат только партнеры на пакете VIP. Для нас это гипотеза. Мы сейчас готовимся к, ну, скажем так, начинаем подготовку к нашему главному мероприятию. Это к итогам года 2021 года, который состоится в 2022 году, я еще об этом скажу. И мы сейчас хотим протестить такую историю. Я думаю, что чуть попозже, я думаю, что, может быть, неделя-полторы мы с билетами определимся, и будет уже отдельная информация, как можно будет на это мероприятие попасть на 7 августа, на день рождения компании. Так. Значит, затем, и хорошая новость, что касаемо наших итогов. Значит, вот эти итоги года в этом году мы с вами проводили не в Крокусе, мы проводили на другой площадке. И для нас это тоже была, ну, скажем так, гипотеза посмотреть, как можно проводить итоги, скажем так, в другом формате, на другой площадке и так далее. И, значит, сейчас мы приняли решение, что мы на итоге года, в 2022 году, мы возвращаемся в Крокус. И это уже официально, то есть мы уже заключили договор, значит, уже оплатили. 6-7 февраля у нас будет, это будет воскресенье и понедельник, потому что это единственная вообще свободная дата, которая в Крокусе есть в феврале. В Крокусе вообще нет больше, начиная с 1-го, заканчивая, там, 28-го февраля. Нет ни одного свободного дня, нет даже будних свободных дней, потому что будние, они дешевле. Вот, ну, вот Крокус нам дал, как старым друзьям, дал нам вот эти две даты, воскресенье и понедельник. 6-7 февраля мы с вами возвращаемся в Крокус. Итоги 2021 года мы с вами проведем, 6-7 февраля 2022 года мы с вами проведем в Крокусе. Это уже официально, вот, поэтому можете уже планировать. Я думаю, что на день рождения компании, 7 августа, у нас уже будет принимать тоже по билетам, и мы с вами начнем весь спринт активно работать на это, несомненно, самое главное наше мероприятие. Вообще, итоги года следующего, они будут, ну, то есть они должны прям быть такими, знаете, с очень большими результатами, помпезными и так далее, потому что у нас в этом году очень большие цели, понимание, к чему мы идем, и самое главное это понимание, что мы действительно делаем очень большое дело, и мы создаем очень большое благо для общества. То есть для тех людей, с которыми мы живем рядом, мы для них создаем благо. То есть мы несем потрясающе просто идею, и даем самопластные продукты тем людям, которые находятся рядом с нами. Окей, и что там дальше по событиям в Мекке? Понятно, лидерская поездка, 10-12 августа, Лазурный берег в Францию. Значит, у нас уже на сегодняшний день, по-моему, 9 или 10 человек уже квалифицировались на эту поездку, то есть они уже точно едут, и у нас с вами еще 4 месяца впереди для того, чтобы квалифицироваться на эту поездку. Значит, и я так полагаю, что у нас будет такое большое представительство, то есть большое количество партнеров поедут в эту поездку. Значит, и все так же у нас ничего не отменяется. 10-12 августа, то есть мы с вами 7 августа отмечаем день рождения компании, 8 августа выдыхаем, 9 августа мы перемещаемся в данном случае в Лазурный берег, на Лазурный берег Франции, Ницца, и 10 по 12 августа у нас будет лидерская поездка. Значит, еще раз тоже мне задают вопросы партнеры о том, что если ситуация не поменяется, и будут ограничения, и нельзя будет поехать на Лазурный берег, мы тоже смотрим это, мониторим эту всю ситуацию, продумываем различные варианты, и я вам точно скажу, что лидерская поездка, она в любом случае состоится, но в любом случае куда-то поедет. И так как компания компенсирует вам расходы, то есть, по сути, нам, может быть, не настолько важно там, может быть, куда поехать. Понятно, что мы, если будет открыто, мы точно поедем на Лазурный берег Франции, но если это даже будет не Франция, если будет закрыто вот с этими ограничениями, то мы с вами обязательно выберем какую-то другую локацию и поедем туда. То есть лидерская поездка, она состоится точно. И точно там будет тот контент, который мы с вами планируем, контент, я говорю про тренинг по финансам. То есть 10 июня, опять же, июня, это неправильно, 10 августа. Значит, 10 августа, да, тренинг по финансам, то есть мы с вами 9 приезжаем, 10 у нас будет тренинг по финансам. 10 августа. Мы точно его проведем, и я к нему готовлюсь. И это тоже одно из мероприятий, событий, которое точно пойдет вам на пользу, и то, которое точно позволит вам еще расшириться еще больше. То есть это тоже у нас все по плану. Мы с вами должны понимать, что сейчас вот эти все внешние ситуации, они имеют место быть, и, скажем так, политически некоторые вопросы вмешиваются в нашу повестку, но тем не менее мы с вами гибкие, и мы с вами должны понимать, что вы можете взять вот это вот мое отношение к тем ситуациям, к которым мы не можем повлиять. То есть еще раз, если ситуация, к которой ты можешь повлиять, ты как бы на нее влияешь. Если ты не можешь на эту ситуацию повлиять, то просто поменяй отношение. Отношение, оно одно. Все, что не происходит, все происходит самым лучшим для нас образом. Если мы где-то свои планы скорректируем, то поверьте, что это будет только в плюс, это будет только нам на пользу. То есть если мир нам говорит, что вот в этом моменте надо скорректироваться, вы тут, блин, ну вот, нужно скорректироваться, гибрик, сделаем так, чтобы будет еще лучше, чем мы с вами планировали. Вот. На этой ноте я заканчиваю. Я благодарю вас за внимание. Я каждому из вас желаю провести этот апрель, этот месяц очень спортивно, создать самые большие результаты, добиться тех целей, которые вы перед собой ставите. И со многими из вас мы увидимся вживую на форуме в Миннесибирске 24-25 апреля. На этом все, ребята. Спасибо. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok